Голодание Я долго готовился к этому голоду. Голодать осознанно я начал с 1985 года. 7 января сделал первое суточное голодание, а в марте 2000-го на Великий пост начал 40-суточный голод. К этому времени я познал, как мой организм реагирует на голод и выход из него. Учел ошибки и... Вперед! Интересно увидеть человека, который голодает 30 суток. Его телосложение и прочее. Вот я перебиваю. 30-е сутки. Я продолжаю заниматься асанами. Итак, занятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» 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 Если б не огромнейшая опухоль В районе живота Толстого кишечника То он бы, конечно, прошёл Намного раньше О том, как выходила опухоль Я снимал видео И показывал Что именно и в каком виде выходит Так как вышедшая своим видом Шокировала некоторых впечатлительных зрителей Его пришлось удалить из фильма. Но в исходнике оно осталось. Голод такой длительности, конечно, дело очень серьезное. Это огромное испытание для людей решительных, смелых и уверенных в себе. Теперь предстоит выход. Значит, за время голода я потерял с 98 кг до 75 кг. Значит, 23 кг. Практически это была очень серьезная болезнь. Сначала она не так сказывалась, но потом, когда начала выходить патология из плотного кишечника, а за ней и из легких. Значит, сил стало очень мало. И когда был кризис, особенно на 39-40 день, меня буквально обессилило. Зато, как вы видели, произошли боли в районе толстого кишечника, живота. И организм отток. Это опухоль. Посмотрим, куда дальше все или нет. Но при случае можно еще полтора года. Голод будет уже не такой, конечно, длительности. Он будет более эффективный. Вот. Вот. И... Значит, она вышла. Вышла вот эта особенно последняя. Вы видели огромный шмот. Вот этой вот просто-напросто слизи. Которая покрывала, значит, стенки толстого кишечника. Там, знаете, такая, как... Как типа шкурки, колбаски круглые была. И слизь. Ну и... Все то, что изображено по дням на пленке. Помимо прочего, значит, так как я раньше болел воспалением легких. Часто были ангины. Гланды удалены. То в районе горла. Такое впечатление, как, знаете, не голок, а волос на совале. Или соломы. Которая, знаете, от гортони уходила туда вниз. В легкие, в гортонь. То есть было очень неприятное чувство. Такое, какое-то покалывание. Значит, это, конечно, в отчасти тоже исчезло. Но я бы не сказал до конца. Значит, идут 20-е сутки восстановления после 40-го, 40-дневного голода. Как вы видите, на лицо я уже практически восстановился. На тело тоже особо не хочу дальше полнять. То есть вешу сейчас 85 килограмм. Самочувствие нормальное. Все хорошо. Значит, вот это мое рабочее место. На этом рабочем месте я, значит, и делаю книги. Компьютер, сканер, принтер, на котором уже все это дело выходит. Вот на этом вот рабочем месте и рождаются мои новые книги. Значит, светло, уютно. Все это дело создал обстановку для себя я сам. Наиболее благоприятную для творчества и делаю полезное и для себя, и полезное для вас. То есть то, что я прохожу, выискиваю, нахожу нового. Это все я описываю в книгах, значит, рассказываю даже вот в фильмах, чтобы вы могли так же самостоятельно применять и получать нужный эффект. Пока все. В моем кабинете висят две фотографии. Вот эта фотография сделана сразу же после того, как я отголодал 40 суток. Вторая через 40 суток после восстановления. Я это сделал. Благодарю YouTube, что мне напомнили. Благодарю вас, зрители, что вам мой фильм понравился. 50 тысяч просмотров. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok